Дорогие друзья, на библейский портал Экзегет неоднократно приходят вопросы наших уважаемых подписчиков на тему, которая совершенно справедливо волнует многих. Будет ли посмертный суд, учение о мытарствах, не является ли это какой-то легендой, которую специально придумали в Средневековье для того, чтобы запугивать верующих людей? Где в Священном Писании есть упоминание о посмертном суде? И если немножко суммировать все вот эти вопросы и постараться с Божьей помощью на них ответить, я приглашаю всех вас, дорогие друзья, если вам эта тема интересна, а она однозначно должна быть интересна для любого серьезно относящегося к жизни человека, о том, будет ли суд, частный суд после смерти. И в первую очередь, дорогие друзья, позвольте небольшое отступление от темы. Не случайно один из выдающихся подвижников недавнего прошлого, архимандрит Иоанн Кристианкин, очень часто говорил своим духовным чадам. Чадца жизни учит сама жизнь. Давайте посмотрим сначала с позиции нашей обычной жизни, или, как иногда говорят, с житейской точки зрения. Если вам предстоит какая-то сложная операция, то наверняка все вы, по крайней мере большинство из нас, дорогие друзья, я думаю, вы все со мной согласитесь, мы сначала хотим узнать, что за доктор будет ее делать. И нам хочется, чтобы именно хороший доктор делал операцию. Почему? И это как бы естественно, это ни у кого не вызывает недоумения. Если тебе предстоит операция или твоим близким, то хочется, чтобы делал мастер своего дела, профессионал, хороший доктор делал операцию. Разве не так? Хотя все доктора хорошие. И если вы хотите отдать ребенка в школу, то наверняка интересуетесь, кто будет классным руководителем. И наверняка всем вам хочется, всем нам хочется, чтобы ребенок попал все-таки к хорошему учителю. Хотя все учителя, безусловно, хорошие, все профессионалы. Но тем не менее хочется, чтобы ребенок попал к хорошему учителю. А почему? Или если ваш сын или дочь готовится к поступлению в институт, и вы ищете репетитора, чтобы он немножко подготовил вашего ребенка к поступлению в институт, то вы же, наверное, не первого встречного человека сразу пригласите в свой дом, чтобы он был репетитором. А вы, наверное, наводите справки, узнаете, кто действительно хороший репетитор. Разве это не так? А почему? Вот этот вопрос очень важный. И вы сейчас поймете, почему именно с этого я хочу начать попытаться ответить на этот таинственный вопрос о частном суде после смерти. Почему для нас, дорогие друзья, в жизни всегда очень важно обращаться к специалисту в том или ином деле? Почему для нас это дорого? Своё здоровье мы им всё-таки хотим вручить в руки хорошего профессионального доктора. Своих детей мы хотим всё-таки поручить хорошим учителям. И так далее. Почему в любом вопросе важно, чтобы специалист своего дела дал ответ? Ответ очень ясный и понятный. Почему Господь наш Иисус Христос? В Евангелии от Иоанна, в третьей главе, мы читаем, как к Спасителю пришёл ночью Никодим, один из первосвященников иудейских, который был тайным почитателем Спасителя. И в беседе с ним Господь произносит очень важные слова. Очень важные. Кстати, для понимания нашего сейчас разговора. Спаситель говорит Никодиму, мы говорим вам о земном, и вы не понимаете. Как вы поймётесь, если мы будем говорить вам о небесном? И в беседе с иудеями Господь однажды произнёс такие слова. Я от вышних, вы от нижних. Вы от мира сего, я не от мира сего. Я то, что слышал от Отца, говорю вам, и вы слов моих не понимаете. Поэтому ту реальность духовную, которая за пределами нашего эмпирического восприятия, можно видеть только очами веры. И только те люди, которые приблизились к Богу, чистотой своего сердца, святостью своей жизни, те люди, которые изучали Священное Писание, жили по Писанию, лучшие из христиан, только они могут нам помочь приблизиться к пониманию ответа на этот вопрос. Действительно ли после телесной смерти наступает частный суд? И каким он будет? Какие этапы этого суда? Что об этом мы знаем? Нам повествуют святые отцы церкви. Ну и в Священном Писании есть упоминания косвенные, косвенные упоминания о том, что после телесной смерти человеческой душе предстоит встретиться с духами злобы поднебесной. Зачитаю вам, дорогие друзья, из послания к Ефесинам святого апостола Павла, вторая глава. Апостол Павел пишет. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сценах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, были по природе чадо гнева и прочее. Бог богатой милости по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Вот здесь упоминание о князе, господствующем в воздухе. Кто этот князь, господствующий в воздухе? Это дьявол. Самый первый из небесных сил, отпавший от Бога. И сейчас он господствует в воздухе. И святой апостол Павел обращает внимание, что господствующий в воздухе князь, и раньше мы жили по его похотям. В этом же послании к Ефесиным святой апостол Павел говорит следующее. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Опять смотрите, святой апостол призывает Ефесиан, а вместе с ними всех нас, акцентирует внимание, что наша брань не против своей плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. «Для сего приимите все оружие Божие, чтобы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять». О каком же злом дне говорит святой апостол? Почему он акцентирует внимание противостоять в день злой и все преодолев устоять? Он говорит о каком-то отдельном дне, который будет в жизни каждого человека. Какой-то один день, когда он должен будет противостоять вот этим мироправителям тьмы века сего. Святые отцы церкви, как раз специалисты в духовной жизни, говоря простым языком, вот они и приоткрыли нам тайну, отчасти приоткрыли нам тайну, настолько, насколько может человек, живущий в этом мире, в этом трехмерном пространстве, не имея эмпирического опыта познания мира духовно, может иметь представление о том, каким будет этот частный суд. Когда человеческая душа покидает тело, то встречается в этом воздушном пространстве с мироправителями тьмы века сего. Ничего нет удивительного в том, что человек, который в этой жизни боролся со своими страстями, боролся с мироправителями тьмы века сего, что когда душа его покинет тело и будет восходить к престолу нашего небесного Отца, что мироправители тьмы века сего будут стараться ей воспрепятствовать. Какие есть свидетельства из авторитетных святоотеческих источников? Святой Афанасий Великий, один из великих отцов IV века, в житии преподобного Антония Великого пишет следующее. «Однажды преподобный Афанатоний при наступлении девятого часа, начав молиться перед вкушением пищи, был внезапно восхищен духом и вознесен ангелами на высоту». Обратите внимание, это еще при жизни преподобного Антония. Когда его еще душа пребывала в теле, он сподобился, вот этот благодатный человек, очистивший подвигами свое сердце, сподобился увидеть эту духовную реальность. Воздушные демоны противились его шествию. Ангелы припирались с ними, требовали изложения причин их противодействия, потому что Антоний не имел никаких грехов. Демоны старались выставить грехи, соделанные им от самого рождения, но ангелы заградили устаток левятников, сказав им, что они не должны исчислять согрешения его от рождения, уже изглаженные благодатью Христовой. Но пусть представят, если имеют грехи, содеянные им с того времени, как он поступил в монашество и посвятил себя Богу. При объявлении этого произносили демоны много наглой лжи, но как клеветы их лишены были доказательств, то для Антония открылся свободный путь. Тотчас пришел он к себе и увидел, что стоит на том самом месте, где стал для молитвы. «Забыв о пище, он провел всю ночь в слезах и стинаниях, размышляя о множестве врагов человеческих, о борьбе с таким воинством, о трудностях пути к небу через воздух и о словах святого апостола». И вот здесь святой Афанасий Великий вновь примоет вот это уже процитированное нами свидетельство. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесства, против князя господствующего в воздухе». Вот свидетельство Великого Отца Церкви, и обращаю внимание, может быть, даже персонально, для наших уважаемых друзей протестантствующих, которые на все хотят увидеть свидетельство только в Писании. Мы вам свидетельствовали из священного предания. Как лучшие из христиан, святые – это лучшие из христиан, которые по Евангелию жили, евангельские заповеди соблюдали, сердце свое очистили, как они сподоблялись еще и в этой жизни, им приоткрывалась вот эта реальность. Современник преподобного Антония Великого, преподобный Ава Макарий, из его духовных бесед, 22-я беседа, зачитаю вам, что пишет преподобный Макарий Великий. «Когда душа человеческая выйдет из тела, тогда совершается при всем великое некое таинство. Ибо если повинна она во грехах, то приходят толпы демонов, и недобрые ангелы и темные силы поемлют душу и берут ее в собственную свою власть. Никто не должен удивляться сему, потому что если душа всей жизни, находясь в веке всем, им подчинилась и повиновалась, и была их рабою, то тем паче удерживается ими, и в их остается власть, и когда отходит от мира». Смотрите, как четко и ясно, недвусмысленно говорит преподобный Макарий. И, собственно, любому человеку, действительно глубоко мыслящему, это несложно понять. То есть и в этой жизни ты подчинился падшим духам посредством того, что творил грехи, был порабощен страстям, через порабощение страстям ты поработился падшим духом. Если ты предоставил дьяволу власть над собой, как говорил преподобный Паисий Святогорец, то, естественно, приобретя власть над тобой, когда твоя душа покинет тело, демоны этой властью воспользуются. И далее пишет преподобный Макарий. «При святых рабах Божиих еще ныне прибывают ангелы, и святые духи их окружают и охраняют. Когда же отходят от тела, то лики ангелов приемляют души и в собственную свою область, в чистый век, и таким образом приводят их ко Господу». Еще в одном месте преподобный Ава Макарий говорит об этом же. Приводя аналогию, аналогию хорошо известную, которую многие святые отцы церкви приводили, и которая, собственно, является неотъемлемой частью священного предания. Почему вот этот частный суд именуется в священном предании церкви воздушными мытарствами? От слова «мытарь» мытари — это в Иудее были люди, которые собирали подать для римлян, для завоевателей, и подать собирали, так сказать, очень жестоко и с лихвой. Преподобный Макарий пишет, «Как сборщики податей, сидя в темных проходах, останавливают и истязывают проходящих, так и демоны наблюдают и задерживают души. И если души несовершенно очистились, то по исшествии своем из тела не получает дозволения войти в небесное обитель и предстать владыке нашему, но уносится вниз воздушными демонами. Но пребывающие во плоти, при трудах, при великом усилии могут еще приобрести благодать свыше от Господа, и они вместе с достигшими упокоения за добродетельное житие отойдут ко Господу, как и Сам Он дал обетование. Иде же аз, то и слуга мой будет». Еще одно свидетельство из древних отцов церкви принадлежит преподобному Ефрему Сирину. «Когда приходят страшные воинства, когда божественные изъятели повелевают душе переселиться из тела, когда, увлекая нас силу, отводят неминуемое судилище, тогда, увидев их, бедный человек весь приходит в колебании. Как от землетрясения весь трепещет, божественные изъятели, паяв душу, восходят по воздуху, где стоят начальства и власти миродержителей противных сил». Смотрите, как слова преподобного Ефрема Сирина полностью соответствуют словам святого апостола Павла из послания Кефеста. «Миродержители тьмы века сего». «Это злые наши обвинители, страшные мытники, описчики, данщики. Они встречают на пути, описывают и вычисляют грехи и рукописания сего человека, грехи юности и старости, вольные и невольные, совершаемые делом, словом и помышлением. Великий там страх, великий трепет бедной душе, неописуема нужда, какую терпит тогда от несчетного множества тьмами, окружающих ее врагов, клевещущих на нее, дабы не дать ей взойти на небо, поселиться во свете живых и вступить в страну жизни. Но святые ангелы, взяв душу, возводят ее». Святитель Иоанн Златоус, один из великих учителей из церкви, один из, можно сказать, лучших экзигетов христианских, всех временных народов, тоже в своем толковании, в своих беседах на Евангелиста Матфея, отдельно в своей беседе о Лазаре, праведном Лазаре, тот, который был, известная притча Христа Спасителя, которая в Евангелии от Луки, в 16 главе изложена, и еще в ряде своих бесед, тоже говорит об этом же. Зачитаю вам, дорогие друзья, еще одно свидетельство Отца Церкви, святителя Кирилла Александрийского. Вот что пишет он. «Между тем, при исходе души окружают нас, с одной стороны, воинства и силы небесные, с другой – начальники тьмы, силы вражеские, содержащие в своей власти мир лукавый, начальники мытарств, воздушные истязатели, надзиратели над нашими делами. С ними и исконный человек-убийца дьявол, сильный в злобе своей, которого язык, по слову пророка, как острая бритва, стрелы сильного защерны с углями пустынами» Псалом 119, 4 стих, который сидит, как лев в ограде. «Какой страх и ужас объемлет тебя, душа, в тот день, когда увидишь страшных, диких, жестоких, немилостивых и бесстыдных демонов, которые будут стоять перед тобой, как мрачные мурины!» «Одно видение их, то есть одно только вот лицезрение их, страшнее всякой муки. Смотря на них, душа смущается, приходит волнение, метется, старается укрыться, чтобы не видеть их, прибегая к ангелам Божьим. Душа, поддерживаемая и возвышаемая ангелами, проходя воздушное пространство», то есть вот это пространство, которое мы видим над нашей головой, когда подаваем голову, мы нашими телесными очами видим воздушное пространство. Вот как раз здесь невидимо для наших телесных очей, и происходит вот эта брань с духами злобы поднебесной для любой христианской души, которая возносится к Богу. И вот продолжим вам далее. Здесь встречают их мытари, как бы отдельные группы духов, которые наблюдают над восхождением души, задерживают ее и препятствуют восходящим. Каждое мытарство, как особое деление духов, представляет душе свои особенные грехи. Вот свидетельства нескольких святых отцов я вам привел, на самом деле их достаточно. Достаточно для того, чтобы любой разумный и серьезно относящийся к своей духовной жизни человек понял, что он учение о посмертном суде, согласно словам святого апостола Павла из послания к евреям, где святой апостол Павел говорит, человеку положено однажды умереть и потом суд, то есть не о последнем суде идет речь, а сразу, однажды умереть и сразу суд. Множество святых отцов церкви свидетельствуют нам об этом суде. Почему они свидетельствуют? У них очистилось сердце, им Господь отчасти приоткрыл вот эту тайну, как это будет происходить. Разумеется, дорогие друзья, понимать в таком плотском, очень таком вот натуралистичном виде, как будут проходить это мытарство, мы не должны. Не случайно преподобному Макарию Александрийскому, когда явился ангел и открыл ему о том, что ожидает душу в третий, в девятый, в сороковой день, ангел подчеркнул ему, говорит, увиденное здесь не понимай телесным образом, то есть не понимая это натуралистично, как здесь на земле. Самое широко известное такое повествование, это мытарство блаженной Феодоры, которая ученику преподобного Василия Нового описала подробно, как вот эти 20 вот этих препятствий в этом воздушном пространстве происходит душа христианина. В одной из наших, дорогие друзья, предыдущих встреч я даже цитировал вам вот этот текст, невероятное для многих, но истинное происшествие, произошедшее с молодым человеком, воспитанным в такой вот, в общем-то, малоцерковной семье и событие, которое произошло в конце 19 века, как этот молодой человек, я не буду сейчас заново повторять, эта беседа выложена на портале Экзегет, кто хочет, может ее посмотреть. Более того, есть аудиовариант этой книги, дорогие друзья, если кому интересно, кто хочет, кто интересуется этим свидетельством, но может быть, если нет времени читать всю книгу, есть аудиовариант этого повествования, как молодой человек возносился после своей телесной смерти, обращаю ваше внимание, он умер в больнице от отека легких, и 36 часов его душа находилась вне тела, его тело уже было приготовлено к погребению. спустя 36 часов, обращаю ваше внимание, не две минуты, не три, не четыре, не час и не два, а 36 часов, уже окончательно остывшие, без каких бы то ни было признаков жизни, тело готовилось к погребению, и когда душа по воле Божьей этого человека вернулась в тело, это тоже очень важно, если кто вас будет читать, вы сразу обратите на это внимание, у него не было даже никаких признаков воспаления легких, то есть он получил не только, он не только его душа вернулась в тело, но и он получил полное исцеление и свою оставшуюся жизнь уже провел в монашестве. Иной раз говорят критики, и я много раз слышал, и вы, дорогие друзья, неоднократно могли слышать и еще услышите точку зрения скептиков, которые говорят, ну скорее всего это какая-то галлюцинация или какой-то сон, или говорят, в момент смерти мозг человека, я такую тоже версию слышал, мозг человека выбрасывает какое-то наркотическое вещество, и перед смертью, перед полной темнотой и полным небытием человеческий мозг что-то видит, какие-то картинки. Дорогие друзья, я прошу прощения, конечно, обращаясь к нашим уважаемым скептикам, которые и Священному Писанию не верят, свидетельствам Святых Отцов не верят, свидетельствам тех людей, которые пережили подлинно посмертный опыт не верят. Давайте, дорогие друзья, если вы действительно, если вы считаете, что наука доказала, что все это галлюцинация, что все это всего лишь работа мозга, ну значит, можно экспериментально подтвердить, экспериментально подтвердите, что человек, который 36 часов находился в состоянии смерти, скончался от отека легких, и когда вернулся к жизни спустя столь долгий срок, у него не было даже признаков болезни. Если кто-нибудь сможет экспериментально подтвердить, что такое возможно, тогда правомерно говорить, что это галлюцинация. Почему для нас, дорогие друзья, для нас, для верующих людей, такие свидетельства ценные? Это не единственное свидетельство. В истории Святой Церкви предостаточно было свидетельств посмертного опыта. Это лишь один из множества свидетельств, которые ясно, недвусмысленно говорить нам, что человеческая душа после расставания с телом в этом воздушном пространстве встречается с духами злобы поднебесной, как говорит святой апостол Павел. И о чем он говорит, что примите все оружие Божие, чтобы вам противостоять день злой. Противостоять чем? Верой в Бога, молитвой и покаянием. Потому что только вера в трипостасного Бога, молитва к Богу, жизнь по заповеди может человека избавить, избавить от власти злых духов. Были, есть свидетельства в святоэтической литературе о мытарствах, перенесенных или хотя бы отчасти перенесенных еще во время земной жизни. В частности, в выдающемся произведении преподобного Иоанна Лествичника в Лествице в слове седьмом описывается один подвижник, который незадолго до своей кончины братья монастыря окружили его и видят, как он беседует с кем-то невидимым для их отчей и, как отвечая на их упроки, говорил «Да, это было, но я надеюсь на милосердие Божие». Или отвечал «Этого не было». Или говорит «Вы клевещите». Или отвечал «Да, это было, но я за это принес столько лет покаяния, столько коленопреклонений, столько бдений и молитв». То есть, видели они, как он уже, находясь еще в теле, он уже вступил в некую брань с мироправителями тьмы века сего, которые обвиняли и клеветали на душу подвижника. Предостаточно свидетельств о том, что действительно после смерти человека будет суд. Поэтому надо стараться жить по святым заповедям, в Бога веровать, жить в покаянии, изучать Священное Писание. И тогда мы надеемся, что милостью Господа беспрепятственно пройдем через область князей мира сего, духов злобы поднебесным и наследуем вечную и блаженную жизнь, которую уготовал Господь изначально всем любящим его. Чего всем вам и желаю, дорогие друзья. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok